Все, с брательника переговорили, едем туда. Смотрите, какие сугробы. Проверим наши машинки. Да, я с телефоном ругаю. Да я вечно так, мне живет. Дома с котом. На улице с телефоном. Вообще нормально. В общем, пузом пока не скребем. Но что-то как-то непонятно тут. Народу-то не ездило. Видимо, снег вот за последние два дня завалило. Или мы первые открыватели, короче. Хотя нет, тут след один есть какой-то. Здесь бы никуда не провалиться. Вот, например, как здесь. Нормально. Ты мне потом покажи, где газ будет. Если что, я помогу. А, где газ? Да. Ну ладно, вот там сейчас ворот был. Я вот не знаю, мы прямо едем. Все посмотрим. Самое плохое, это в горки забираться. Вот в такие. Сейчас попробуем. У нас же следы есть, а застрявших нет. Теоретически. О, я забрался с ЕСП. Нормально. Ну-ка, Андрюха, заберется. Иксар, я забрался тоже. Так, а что-то мне это не нравится. А это уже Заяц на слитой. А хрен его знает. Вон дорога еще. Надо просто подумать. В общем, поехали куда-то. Протуриваю дорогу на переднем приводе. Чувствую, далеко не уедем. Да. Попытка номер два. На зимнем режиме. Заезжаем. Ух ты, Веста, красотка, а. Заяхала на зимнем режиме. Так, Андрюха. Чувствую, ехал тоже. Только я дороги здесь не вижу, если честно. Я вижу тропинку человеческую. Подожди, что-то не там. Или мы тут дорогу проделываем, что ли? Пипец. Ну, хотя Яндекс показывает. Так я думал, что я вообще там остался навсегда. Не, ну понятно, что временно. Вот, ребята, я пробуровил тут сколько. Передний привод это все-таки фигня, конечно, но едет. Блин, классно. Ну, да, там едем и... И туда наверх. Да, я за тобой. Ну да. Туда, в объезд. Да. А у нас специально, наверное, в объезды есть. Да. Туда и поедем. Решили с братом побыть раками. Спятиться назад. Сейчас развернемся. Не боюсь. И поедем по дороге, вот, которую мы до этого видели. Там вроде как следы были. Так. Развернуться бы еще как-то. X-Ray мучается. Нифига он газует-то. Псих. И что, он на нас смотрит? Остановился. А, типа тут плохо заезжать. Опа. Ну, сейчас заедем. Не хватило чуть-чуть больше. Короче, нигде мы не можем проехать на наших передках. Сейчас посмотрим хотя бы, есть ли смысл туда заезжать. И что тут вообще есть? Тропинка вижу. И все. Тут как бы дороги как таковой нету. И да, печаль. Короче, сейчас в сторону обратно поедем. Посмотрим с вороты по лесу. Вот. Подъедем к озеру. Посмотрим на оленевую ферму. Тогда поедем. Пешком мы, наверное, следующие выходные сюда пойдем. У озера где-нибудь машину бросим. И там пешком пойдем. Ладно, камера не нужна. Кстати, вот. Самое опасное в дороге вот таких, да, это съезды назад. С горки. Потому что если накосятишь, как-нибудь руль не так повернешь, из колеи выйдешь, машина начнет заносить, боком развернет, и она перевернется. Ну, нет. Ну, я так смотрел это. В ютубе вот этих есть. Ну, там горки покруче, конечно, не такие. Но все равно. Ребята, в общем, сейчас план такой. Едем назад. Смотрим с вороты по лесу. Если их нету, доезжаем до Оракуля, до деревни. Там едем к озеру. И смотрим наших хан с другой стороны. То есть сегодня мы туда не пойдем. В любом случае. Видите, да, и обувь какая. Не для снега. Я вообще не ожидал, что столько снега тут. Капец. Тут где-то Дед Мороз поселился, видимо. Вот. Ну, еще. А потом едем на Оленю фирмы. О, Андрюха стоит. Ну, красота здесь. Так. Летом бы, наверное, мы тут проехали спокойно. Ну, в сухую погоду. Вау. Газу, 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 газу. Не занесло. Блин, слушай, ну уже, знаешь, вроде не проехали, побуксовали. А уже такое, знаешь, ощущение классное, энергия много. Уже ты кайфанул, да? Кайфанул, короче, да, реально. То есть я не знаю. Вот надо куда-то сюда заезжать, кайфовать. Не езжайте. Может, ты не в гору хотел поехать, а просто побуксовать? Нет, я не думал, что здесь только снега, видишь. Я не знал. Я думал, как бы, ну, земля еще, скорее всего, легко проведем. Ты окно хочешь скрыть, да? Нет. Нет, не знаю. Ты говори, если что. У меня 24 стоит. Ну, красота. Право поворачивай. Тут дорога реально есть. Но она как? Дорога есть? Ну, просто маршрут есть. Там еще даже, смотри, а тут камешками что-то положено. Видишь, слева. Что-то колдует. А-а-а, это дом 2, лобное место здесь снимают. Что-то приношение. Да, ладно. Ну, ладно, едем отсюда. В общем, дорога туда, ее как бы еще нет, никто не проделал, даже следов нет. Поэтому мы решили туда не ссываться. Так-то хочется вот прямо попробовать проедем. Ну, ладно. Ладно, не надо. Поедем по проторенной дороге. Пока, силач. Мы тебя не смогли победить, короче, на наших машинах. Ты сенний оказался. Ничего, такая клевая. А, у меня есть сырая курица. И вода. У меня вот единственное, только термос падает. Я думаю, там падает. А, Андрюкс, пристем, вот тоже сейчас взял. А я термос нельзя, потому что он меня пропускать стал. Почему-то он старый, советский, но, видимо, все. Перешло время. Че, машина на второй тормозит с горки. Ну, двигателем. Типа робот. Блин, я вот снимаю, а так вот жду, вот когда пробежит какой-нибудь оленчик, косульчик или лось, но подальше. Ну, хоть лиса, кабанчики, кстати, бегают тоже. Мы видели, как-то. А кабанчики у них, это, клиренс низкий. Так интересно, смотрится, они бегут и пузом, короче, это без загроба тащится. Бракуля. Населенные пункты. Вот сейчас поворот направо. А есть ли он? Есть. Нормальный? Нормальный. Ну, получше, чем там. Тут, по крайней мере, машинки ездят. Диванчик. Диванчик посидеть можно, ну, нормально. Вообще, тема. А что изначально-то он сюда не показывал? Странно. Ну, ладно. Если бы сейчас перестроился, можно сюда. Там знак, правда, плохой стоит, что туда нельзя ездить, но он повернут в другую сторону, значит, для нас. И шлагбаум. Сейчас посчитаем, что-то написано. Типа, въезд-то запрещен, знак? Угу. Он озеро. Так, что тут пишут? Охраняется законом озера Оракуль. Движение, стоянка автотранспорта в водоохранной зоне запрещено. Классно. Ну, мы поедем. Все равно? Ну, посмотрим чуть-чуть. Ну, тут машины он ездит же. Непонятная дорога, да? Да. Поедем вроде. Все их знают. Ну, вот озеро уже далеко вроде как, я не знаю. Это водоохранная зона, нет? Ну, как бы едем. Что-то потихоньку. Ну, сейчас, конечно, если в что-то упираемся, то не поедем дальше. Что-то, мы же не джипом. Или, может, узкое место будет. Хотя, Яндекс, он показывает. Что-то, конечно, отлично. Не знаю. Движение, стоянка автотранспорта. Блин. Криминал. Криминал. Попахивает. Ух ты, блин. Все-таки, короче. Ну, ладно, сейчас до горки доедем. Мы, наверное, разворачиваться. Типа зимой, шлакбаум открыт. Ну, а наедем пока. Что? Блин, сейчас машину нам обметут. Нет, не обметут. Блин, надо посмотреть выйти. Нет, я попробую проехать. Если не проеду, то все. Я попробую проехать, конечно. Клиренса-то хватит. Но если не проедем, то это, назад поедем. Вытащи меня и поедем назад. Я там провалился чуть-чуть в воду. Да, может, там еще пробудет? Да нет, попробуем сейчас. Нет, там чуть-чуть воды. Клиренса там хватит. Да. Ну, клевенса хватает. Что, поедем дальше? А Яндекс, видимо, показывает сюда. Ну да, вот эта дорога. Там запускаем и все. Дальше не поедем. Потому что дальше уже может не проторено быть. Еще какой-то он дорогу видит. Это прям магистральный. Это прям гора целый. Ну, зато по снегу так мягко едет машинка. Ну, если бы кочек не было. Но главное тут осторожнее, что на дерево не несло какое-нибудь. Вот, я прямо вижу какую-то помеху, по-моему. Да. Осторожненько проехать. Тут проехали, да? Ну да, мы в этой дороге и здесь все правильно показываем. Осталось-то чуть-чуть. Лишь бы она не закончилась, блин. А она, мне кажется, сейчас закончится. Если она сейчас такая пойдет, ну и нафиг. Рисковать от машины бомбить. Пока едем. Короче, мы, похоже, приехали. Там лед, вода. Ну и нет, если вот тут только проехать. Нет, вот тут напрямую-то. Потому что здесь точно не проедешь. Провалишься. Передние приводы куда стунулись, капец какой-то. Ну, развилок-то да. Смотри, дорога-то тут сколько. Вон дорога. Оттуда он идет. Я тебе тогда моргал, там дорога славит. А я не видел, что ты моргал. Да, давай сюда доедем. Чтобы развернуться. Ладно, ребят, дальше мы не поедем. Извиняйте. Отдельно, короче, пишите, если хотите. На Шахан мы обязательно сходим. Ну, наверное, пешком. Где-нибудь здесь тачкой тоже бросить. И пешком пройти. А сейчас мы... Да, Зину сейчас запустим. И это... Ну и все, наверное. Поедем на оленю ферму. Увы. Ну, блин, там дорога капец уже корейная. Пошла со льдом. Что-то... Что-то как-то страшно. Что там, лед? Ну, а тут слева-то вообще глубина нормальная. Вон там вот. Ну, или давай вот сюда просто припаркуемся. И там запустим. А здесь развернемся. Да, нормально сохранился. Так, разворачиваемся. Так, Андрюха, надеюсь, не уехал, не бросит от нас. Надеюсь. Думаю, не развернемся еще здесь. По его-то следам. Он тут натоптал уже. В общем, сделаю отдельный ролик по... Ну, как запустили, короче, Зину, Андрюха. Надеюсь, он мне кадры даст, потому что я ему фотки дам. У меня обмен, чтобы не платить по 500 баксов каждому. Вот. И дальше... А, ну, и с этого сквадрика тоже. Видос просто сверху, как с птичьего полета. Можно, так сказать, посмотреть на эти виды. Правда, я там скалы так и не увидел. То ли они за горой, то ли что, короче. Вот гору увидел, скалы не увидел. Ну, вот люди сейчас прошли, они, видимо, туда идут. Андрюха, ты что? Андрюха, ты где? Как это, помнишь, видео было? Не, Павел, а на улице. Так не, понятно, а где Андрюха-то? Я его не вижу. Ну, что, блин, турбо включил, что ли? Нитроглицерин подключил? Или как? Или вообще взлетел? А, он, наверное, Зину себе подключил на крышу. И она его там, короче, потащила. Пипец, как он домой-то хочет, оказывается. А если мы застрянем, а он, ну, уехал? Андрюха, блин. Это сговор. Да ладно. Где он, реально? Ну, да. Мы же быстро же вроде развернулись. Он же сделал, сделал, вот поехал. Вообще герой, а? Я вам ищу видео. Ну, в описании под видео. Потому что вот робот, именно робот позволяет по лесам так ездить. Вот на вариаторе хрен вы тут поедете. Нет, ну, вы, конечно, может, поедете. Но если вы так же побуксуете, как мы-то побуксовали, не все же в камеру попало. То вариатор, боюсь, крякнет. Ну, ремонт его дорогой. А роботу пофиг. Да, он у меня сегодня один раз чуть-чуть у него этот перегрев загорелся. Ну, и остановился он там, постоял буквально на минуту. И все. Сцепление мне пахло. Ну, это когда мы в горку забирались в самом начале. Поэтому такие дела. А когда я там от САГСа поставлю, так вообще вечное сцепление будет. Диндрюха, блин. Офигеть. Вон он. Такой, знаешь, как этот. Машина-призрак такая. Раз, не было, не было. Раз, появилось. А что-то установилось тут, видимо, что-то сложно. О-о-о. Ну, оп, как снесло-то, а. Блин, хорошо, когда машина высокая и ничего не задеваешь, а. Прям кайф. Можно на машине сейчас владеть. Такой едешь, едешь, офигац. Мимо проехал дороги. А там, видимо, какая-то ловушка, что ли. Что он не поехал. Что там такое время? Вроде ничего. Так, ну, едем по следам. Как эти следы там уехали, что ли. По новому черепечу. Теперь мы подождем его, наверное. Да нет, все, нормально проехал. Едем. Узковатенько тут, правда, как-то маленько. Так, нормально. Я не увидел, где Шихана. Ты увидел, Скалы? Мы увидим собаку и пить. Ты увидел, Андрей, Скалы? С Дзины. Я тоже не увидел, только гору. А там, вон. Вон. Так, пошли к понтончику. К понтончику. Да, надо смотреть, все хорошо, все заросло, да. А тут вот лесенка прям идет. Я вижу, ну просто ты смотрел берега, вообще все заросло. Ну, что поделать. Жизнь такая. Вау, тут скользко чуть-чуть. Нормально. Идем. Ой, смотрите, там настоящая буря. Пустыни, хотел сказать. Чуть-чуть отрезал. Да, что тебе, для тебя и так ноги длинные. Немного отрезал, подумаешь. Мне жалко. Жалко? Понятно, свое же. Смотрите, какая красота. Еще тема. Да, ребята, красота. Портал закрылся, к сожалению, да. Ну, я вроде заснял чуть-чуть чего-то. Ладно, все, едем, короче, на оленьферму. Сейчас через верхнюю фолье проедем. По этой же дороге зимней поедем. Нам надо заехать в магазин, купить морковки для оленей. И все, коленям. Тут красиво. Вообще классно. И понтончик такой клевый. Ну ладно, идем. Я могу пакетик подержать? Да. Ты что-то был застал, стопал. Камеру им засунул. О, блин, вкусняшка есть захотела. Тебе не днем. Так давайте перекусим на природе. Давай перекусим на природе. Смотри, тырят, вообще тырят. Нет, нам сказали, чтобы тем меньше. Калуток, а. Желтая, прям такая вот. Туда залезу. Все, мы погнали греться. В машине пирогами пахнет. Я аж ездить захотел. Но сейчас мы согреемся чуть-чуть. И там, где не остановимся, поедем. По пути все равно через лес ехать. Ну-ка зимние дворники проверим. Орут, не орут. Тишина. Классно. Не скрипит, ничего. Сейчас, прикинь, едем обратно. Шлагбаум закрыт. Опа. Ну ладно, сами. Сами откроем. Слушай, ну ничего, фотки получили. Ничего? Да. Ну можно же еще осветлитель, если что. С пивом потянем. Ну ты все без пива, не смотри тогда их. Я тебе по секрету скажу, что вот когда я видео снимаю, я из видео могу любой кадр вытащить. Да? По сути дела, ну конечно. Я поэтому в последнее время мало фоткать стал. Дорогу до фермы оленей. И смотрите, куда он показывает. 36 километров, вроде так, немного. Я думаю, о, клево. Но показывает, сейчас свернусь направо. А сейчас вы посмотрите, что за право. Справа-то дорога будет. Ну я не знаю. Мы как бы без андрюги поехали, поэтому я туда, наверное, не засунусь. Вон, видишь, куда? Вижу туда, направо. Где делянка. Вот. На самом деле нам налево. Но сейчас он перестроится. Ну скажу так, что в его отмазку, у него сейчас интернета нету. Поэтому он без интернета это все нашел. Дорогу просто коротчайшую. Интернет, наверное, был бы он, наверное, не сделал. Вот перестроился. Сколько он пока? 50 километров. Нормально, что ли. Запрываем. Что там? Нам часика хватит прогуляться, в принципе. И обратно. Блин, как он пахнет. Вот жаль, что это запахи не передавится. Я закину потом. Сейчас бы тоже голодали бы. Вон так вот. Поэтому все, честно, велись поесть, чтобы быть такими же сильными, короче, и дальше ехать. Грейдеры чистят. Нам гоним его. И в гору. А, так мы уже скоро выйдем на дорогу на Вернем Фоле. А Вернем Фоле это тоже не было? Вообще не было. Чтобы не садимать. Что ж, так тебе вообще экскурсию как по новым местам прям. Я тебе прям завидую. Как ты там вставляешь? А, сейчас. Такой вопрос странный. Как ты там вставляешь? Ну ладно, надеюсь, не будет. Вот Волгоград же недалеко, по идее. Да, да. Ну там уже арбузы растут. Ну Волгоград, конечно, там все равно другой уже немножко климат. Ну да. Классно. Попосыпано мы ехать. Так, мы уже почти выехали. Через 2 километра будем на дорогу. Так, надо главное не забыть в магазин заехать в Вернем Фоле. А что мы там хотим? Помывайку? О, кстати, я про нее забыл. Надо мывайки и морковки. Ну, для Леонида. Вот сейчас, смотри, этот опять портал включат. Ага. Засветило. Выезжаем на трассу Вернем Фоле и Косли. Там пусто. Так, надеюсь, дорогу посыпали сольным? Ну да, чем-то посыпали. Проверим. Какие-то химическими соединениями, да? Ну, нормально, главное, нисколько едем. Вес та превратилась в коня. Дергает нас. Вообще прям по-страшному. Прям голос дрожит иногда. Ну, короче, в диске снег забилось, влитые. И дисбалансик пошел. Сейчас остановимся, где-то найдем кармашку. Выбью снег оттуда. Поедем нормально. Снега вообще, капец. Как вы тут весить? Хоть на мойку езжай. Весь там не вытыхнешь. А он еще и пример. А он еще и лед. Крутяк. Офигеть. Короче, ладно, надо. Сока, наверное, на мойку. Только она спасет. Красота. По-удвизи, к верхнему фолею. И заваленный отвал. Не думал, что завалить. Так он черный, кстати, весь полностью. А нас он на станцию Иткуль посылает. Но мы туда не поедем, потому что там даже как. Но не очень, я там ездил. Как-то Яндекс сегодня нас хочет прям загнать поглубже. Козьими трупами нас пролезти, да? Да, 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 чтобы мы не выехали, видимо. Всем привет из верхнего фолея. Шикарный вид из Ахан. Тут белазы ездили, раньше поняли. Здоровое. Так-то можно здесь потом. Ну ладно, сегодня не успеем. Но у меня новая мечта появилась. Ладно, не мечта, а желание. Допустить дроны и посмотреть, что за ним. Ну ладно. А он долетит? Облетит? Конечно. Он не так же высокого, вот этот отвал. Так, ладно, смотрим сейчас магазины, но они дальше. Что-то интересное. Чем и ваечки. Вот такой, блин, 195 рублей стоит это, бит да, блин. Три литра, капец. Нафиг надо, магнит еще я, чтоб ездил. Нафиг. Закуплюсь у Лады за 90 рублей, там, пятилитровка, блин. Побольше, весь багажник. Не отправляют, кому его нужны в час. Ребята, короче, смс-ки, которые присылают, типа МЧС, что погода там плохая будет каждый день. Это не МЧС, знаете, вот. Меня попросили сказать, что не так, что не злитесь. Это сотовый оператор. С сотовый оператор, да. Нише памятник-то. Это площадь, центр города, верхнюю фолею. Что там за петька с копьем? Не знаю, честно, наверное, не копье, а рождем. Все, посмотрим. Там у них слева вот аллея будет, там потом танчики будут какие-то стоять. Ну, не будет, вернее, аллея есть. Там кинотеатр реконструирует этот, что его закрыли. Или просто закрыли, что его не будет больше. Кто его знает. Ты посмотрела, что у него было в руках? Битовка. Ну, вот. А в другой руке молот. Ну, значит, он за Советский Союз. Так, все, поехали. Едем. Спасибо за победу, деду. Вот, видишь? Ну, иногда вот так задумываешься, когда вот, блин, я с друг другом общаюсь, с Германией, как он там живет, там средняя зарплата туда-сюда. Да, да, да. И такое ощущение, что, по-моему, Германия победила нас, а не мы победили. Ты знаешь, что, кстати, немцы все, они очень стыдятся этого факта в истории. Да, я знаю, он мне сам тоже рассказывает. У них же много пенсионеров, которые сейчас живут, вот они в этой армии воевали. При этом и государство-то не бросило. У них и пенсии хорошие, и все на свете. Ну, там доплат за это никаких нету, конечно. Ну, они просто вообще даже избегают разговоров на эту тему. Ну, да, забегаем, что. Зато видишь, стыдно, блин. Хотя изначально фашисты, это же были итальянцы. То есть, с них же все... Ну, фашизм, это же вообще какой-то строй вообще был изначально. Ну, да, идеология. То есть, это слово плохим-то стало, когда немцы напали на нас? Ага, первоначально это... То есть, ну, просто... Это все политические строя, верно? Да, это все строя было. Вот и все. Многие вот говорят... Для многих, вот как говорят в Восточной Европе, коммунизм это равно фашизм. Ну, для них, что вот когда они были там... Ну... А мне очень нравится в плане того, что... Как у китайцев это все устроено. А у них нет этого строя. Ты посмотри, какая... Они не коммунисты, понимаешь? Они социалисты. И социализм открытый. Вообще, с тобой что это наоборот? Просто лес такой. Ну, я когда... Я тебе ссылку скину, и все. Хорошо. Кстати, ребят, мы тут второе обсуждали. Мы хорошие. Мы не против никого. Просто, как бы, такие моменты бывают в жизни. Мы умничаем. Блин, в верхнюю фолей выезжаем. Оба и нет, если есть чем, да. Ну, да. Смотри, как красиво. Вообще, тема. Крутяк. Лес на голь. Да, сейчас в ту сторону такой-такой и будет. Большие... Как ты любишь, наверное? Ширик-ширик. Поездов нет. Сейчас тут отсвальт закончится. Будем ехать по грунтовке. Надеюсь, она снегом уже засыпана. Не будет круто. Что там нам осталось? 35 километров. Медленно, медленно. С издатовкой. На, перебежками. На, перебежками. Если бы они работали, но вроде работают. Они каждый день. Все-таки по-любому. Ну, это по-любому. На, на. Черемшанка. Это что, населенный пункт, да? Ну, это населенный пункт, есть гора, и есть здесь горнолыжный курорт. Вот, Черемшанский. Ну, я не знаю, там снега, наверное, уже есть, учитывая, что везде тут снег лежит. Может, уже запустили пушки снеговые. Тоже. Всем привет из Черемшанки. Все, кстати, там дальше будут виды еще красивые. Эту же карьеру будем проезжать. Черемшанский. Живут, кстати, люди там. Нет, это заброшенные. Ну, как заброшенные, то вон, окна стоят здесь. Ну, это одна квартира, а остальные, это просто три. Ямка, ямка. Вот эти вообще заброшенные. А, ну, может быть. Хотя, смотри, стекла-то есть. Смотри, там свет горит. Так, где? Не знаю. Мне показалось. Так-то у них, смотри, знаки. Ну, их, скорее всего, рассеяли. Ну, может быть. Ну, тут уже выглядит, да. Ну, ладно, едем карьером. Можно вместо оленев на карьеры поехать. И заблудиться. Тоже вариант, нормально. В общем, у многих квартир и домов висят наружу российские флаги. Да, это замечал. А они там болеют ими. Ну, слушай, мы как бы по особо таким сильным деревням-то не ездили там. Обратно-то по южнобережному шоссе, а оно как бы такое. В принципе, все нормально там. Собильно, да? Ну, могли все делать там, зарабатывать деньги на отдыхе. Фиг его знают. Видишь, а там строй в Украине. Что там был? Янукович, такой же строй, как у нас. Хотя мы сейчас делаем. То ли по барабану на все было, то ли что. Ой, ладно, все, не говори про политику. В приличном обществе на тему политики, религии я тут разговариваю. Ну, вот мы прилично не будем разговаривать. Почему? Что, почему? Не разговаривай, потому что это приводит к спорам. А, ну. Иногда к дракам. Так, да. Не, ну, у нас, вроде, с тобой споров-то нет на эту тему. Ну, все равно, нафиг. Вон лучше карьеры послуждают. Хотя тут не видно, но карьера на самом деле есть. Это, знаешь, как суслик. Сыка не видно, а он есть. Вон там, прям, там обрыв реальный. А вот это что, это гора, опять? Или это... Это гора. Что, не хочешь на карьеру? Нет. Ну, не хочешь, как хочешь, там, знаешь, как красиво. Фотка такая, когда вот прыгаешь, и я тебя в полете там фоткаю. Ха-ха. Ладно, шучу. Грунтовка. Но, учитывая, что снегом закидала ее, стала она ровная. Ну, почти ровная. Через недельку ровная будет, точно. Потому что 70-60 можно тут ехать. Ну, и до фермы там. Кстати, вот до фермы еще, надеюсь, дорогу не завалило. Потому что они там трактором иногда чистят, иногда нет. Там будет один такой мостик страшный. Перекосившись. Мы по нему байли. Да. Ни одна машина там слегла, блин. Да, я шучу. Жуть и нагоняю. Сельки. И что это? Коттежный, да? Какой-то чулой домик, да. И все, что ли, не домик? Нет, вон там еще с заборчиком что-то есть. Интересно, такой населенный пункт его на карте. Это как точечка-то просто. А, нет, что-то еще есть. Короче, все, вот и все сельки, ребята. Самый большой населенный пункт у нас в стране, я думаю. Там, да что это, лодки стоят? Да, лодки, понтон. Тут, видишь, водоем. Болото? Понтон? Нет, водоем это. Он, наверное, с Иткулем соединяется, я думаю. Там еще осень, да, судя по ощущениям. Сейчас с большой горки мы все езжаем. Это что за хрен с горы так гонит, блядь? Тут можно газ даже не вижать, машина на второй скорости разгоняется. Что, тут не волчается? Сейчас. Ага. Не, ну там будет место, где мы в упор подъедем практически. Там уже шотка здесь. Так, озеро Иткуль. Оно еще даже совсем не замерзшее. Сейчас поближе подойдем. Машинка красотка стоит. Ну, как, красотка уже грязненькая, но все равно красотка. Озеро Иткуль, оно очень красивое, на самом-то деле. Тут даже тропинки вон есть. Какая-то красотка. Тут вот лед. Едем обратно. Фу, едем обратно. Я говорю, едем до фирмы. Лень, а то не успеем будет. Потому что уже скоро темнеть будет. Все, потом обратно мне до Озерска ехать. Ого-го. Скука.